Жителям Чунского и Тайшетского районов также не повезло с чистыми водоемами. Специалисты Роспотребнадзора проверили воду в двух местных реках – Чуна и Тайшетка. Пробы не соответствуют требованиям по микробиологическим показателям, поэтому купаться, а тем более пить воду, там не стоит. Но даже предупреждения Роспотребнадзора не останавливают людей. Жара вынуждает жителей Иркутска купаться даже там, где не разрешено. И такой отдых может закончиться трагедией. За неделю в городе погибли двое подростков. Поэтому в областном центре прошел мастер-класс по оказанию помощи тонущему. Подробности у Олега Федорова. Человек гораздо крупнее вас. Вы, возможно, не умеете плавать. То есть веревка 10 метров, здесь линь. Вы его спокойно подтаскиваете к берегу, далее можете зайти и вытащить его. Важный ликбез в жаркий полдень. Юрий Крудько, иркутский спасатель, показывает, как можно вытащить тонущего, а еще оказать доврачебную помощь на берегу. И главное – грамотную. В этом сотрудникам МЧС помогают студенты медицинского института. Среди них – Дарья Снегирева. Девушка знает не только теорию, но и практику. И основные ошибки. Они не рассчитывают свои силы и бросаются в воду, хотя они могут оказать помощь человеку, и при этом оказывается не один, а тупающий, а два. И это основная ошибка. Нужно рассчитывать свои силы. А еще нужно уметь правильно проводить сердечно-легочную реанимацию. Научиться этому могли сегодня все желающие на заливе Якоби. Место мастер-класса выбрано не случайно. Это одна из самых популярных площадок для купания в городе. А вода ошибок не прощает. В этом году утонули уже 17 взрослых и четверо детей. Двое мальчиков 13 и 17 лет погибли на этой неделе. Нужно смотреть за детьми, так как вода не прощает ошибок. Чуть что, и все, и раз, и нет человека, нет детей. Мы, проведя анализ оказания первой помощи, все чаще понимаем, что люди, отдыхающие, не обладают тем уровнем знаний для оказания первой помощи. И когда человек тонет, очевидцы, которые находятся на пляже, чаще всего достают телефоны и начинают снимать и выставлять это в социальные сети. Но теряют те драгоценные минуты по спасению утопающего. Чтобы не терять минуты, в таких случаях на другом популярном месте отдыха, в теплых озерах, уже заработал пост спасательной службы. Правда, он не стационарный, а мобильный, поскольку площадь водоемов огромная. Ежедневно в жаркие дни с 10 утра до 9 вечера несколько спасателей патрулируют акваторию и сообщают в громкоговоритель об опасности купания. Несмотря на свои размеры, эти озера очень коварны, особенно в жару. В одном месте температура воды успевает прогреваться, в другом, где глубоко, соответственно, температура воды. Вот из-за чего и произошли эти происшествия два. Просто-напросто температура воздуха близка к 30, вода еще не прогрелась, перепад температуры большой, то есть происходят судороги и нарушение кровообращения. Подобное может произойти с каждым, поэтому лучше выбирать только безопасные места для купания и отдыхать с умом. Олег Федоров, Андрей Назаров, Новости по будням. Субтитры создавал DimaTorzok